здравствуйте друзья воскресный день в кремниевой долине долине видите что у нас тут пусто разъехался народ почти полдень а впереди выборы в стране в калифорнии соответственно выборы и помимо чисто таких национальных проблем таких как выборы сенаторов конгрессменов где-то губернаторов да вот на уровне штата там мэров городов есть еще в калифорнии разные такие так называемый propositions предложения которые выносятся на референдум и вот на этих выборах 6 ноября 2018 года там есть какое-то количество вот этих вот propositions вообще в калифорнии принято многие вопросы решать на референдум от одной из этих propositions было убрано из бюллетеня для голосования и там где норовили разделить штат на 3 точнее разделить конституция не позволяет но предложение было в том чтобы изменить ту часть конституции который этого не разрешает а потом уже соответственно следующих выборах может попытаться разделить но тоже это не так просто все но конституционный суд сказал что это все лажей надо убрать из референдума убрали там теперь пустая страничка написано вот это место отсутствует есть еще кое-чего связанная с так называемым rent контролем это как бы то из-за чего многие калифорнийцы пойдут на выборы даже если бы и не ходи не хотели ходить то есть может быть их какие-то там национальные проблемы не сильно волнуют но местные волнуют поэтому там есть кое-что про rent control мы можем отдельно поговорить а то о чем я хотел поговорить сегодня это так называемая proposition эйд то есть номер восемь rent control это номер десять а вот про номер восемь мы поговорим идея там вот в чем предлагается ограничить прибыль медицинских учреждений которые делают даялись из это как бы сказать у них есть аппарат искусственные почки и люди приходят обычно это три раза в неделю они приходят туда поскольку у них собственная почка не работает особо так вот и им три раза в неделю делают очистку вместо сказать естественной почки вот такой искусственно я думаю что вы в курсе что это такое я на всякий случай рассказывал в калифорнии таких пациентов 66 тысяч это люди которые вот так регулярно ходят а прибыль компаний которые ведь этим занимаются а их так хорошо так под 500 но этих центров то есть компании самих немного там одна компания может оперировать большим количеством центров например есть одна компания которая оперирует половиной из них но вот их как бы прибыль составляет 3 миллиарда долларов в год и делается попытка наехать на их прибыль говорится так что значит среди расходов всех этих организаций всех этих организаций берется только та часть расходов предложение такое которое относится непосредственно к лечению к оказанию услуг непосредственно то есть административный расход например туда не входят и дальше говорят так вот есть значит деньги которые тратятся на пациентов это не только зарплата ну соответственно там и оборудование обслуживание и обучение персонала ну все что непосредственно вот и вот от этих денег 115 процентов можно значит выписать счет на эту сумму то есть потратил 100 долларов да вот 15 тебе разрешается в прибыль но только потратил если вот на обслуживание клиент делается попытка как бы заставить вот эти организации тратить в основном деньги вот на 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 сервис и не тратить ни на что остальное но тут есть очень много тонкостей значит одна из тонкостей состоит в том что вот эти вот центры например они не только штатом калифорнии лицензируется они еще лицензируются и федеральными властями потому что они принимают деньги с федеральных программ самый главный плательщик всех этих денег это не пациент который пришел заплатить за использование аппарата искусственной почки кстати один пациент на этом сервисе один пациент обходится в 150 тысяч в год если бы люди платили из кармана то просто вот за эту вот искусственную почку за то что нам на этом обслуживании стоит это стоило бы 150 тысяч год так вот значит эти организации которые проводят обслуживание они не только на уровне штата но и федерально лицензируемые а федеральная лицензия требует чтобы там были определенные административные позиции потому что именно люди на этих административных позициях выполняют вот эту функцию собирать информацию выдавать информацию значит следить за процессом и так далее то есть всякий раз когда вы лицензированы кем-то чем-то да они с вас требуют определенных позиций и определенных работ то есть всякое лицензирование накладно тем что вы должны содержать кого-то кто выполняет работу которую так вы бы можете не стали делать но и вы не можете ее не делать потому что она лицензирует и вот идет такая накрутка как бы по стоимость поэтому сказать что 115 процентов мы вам вот разрешаем брать от цены в смысле от тех расходов что вы потратили на непосредственное обслуживание это скорее всего значит что значительная часть этих центров особенно вот не те которые половина в одной компании находится а вот те которые более-менее индивидуальные небольшие вот они скорее всего окажутся убыточными и просто позакрываются поэтому как бы сказать выгода выгода этой коммунистической хохмачки она очень сомнительна и сада значит дальше я вот что хочу рассказать почему я вообще начал этот разговор мало ли там где-то в каком-то штате какие-то там про позиция с боже ты мой из-за чего вообще мы разговариваем разговор этот начался из-за того что пару дней назад ехал я за рулем был и это был выходной день кстати по моим звонит человек мужчина значит и говорит я вот такой-то такой-то волонтер по-русски звонит на сотовый ягодь волонтер вот вы там пойдете на выборы вот там будет про позицию там номер восемь значит вот я вас очень значит попрошу проголосовать за это про позицию потому что людям нужны услуги людям нужно обслуживание цены задраны неимоверно туда-сюда и и такой знаете коммунистический такой разговор я человек привычный я могу чувак говорю а вопрос такой за чей счет все это будет происходить деньги где ну правда вот деньги и он абсолютно не готов он даже не понял что я его спросил я ему переформулировал я ему уточнил я ему и так и сяк а он мне какое-то свое это знаете мантры повторяет на вопросы мои не отвечает разозлил меня немножко ну в том смысле в каком я могу разозлить на такого но и я думаю ну надо же идет еще и по-русски еще и на сотовый мне звонить что вообще нарушение всех ну 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 я не знаю просто кошмар какой-то ладно ну я и забыл а тут мы вчера со светлана едем в автомобиле как-то не умудряются поймать меня именно в автомобиле звонит девушка зовут наташа и так радостно мне говорит вот михаил наташа и тогда так же как наташа ноги вы пойдете же на выборы вот там 6 ноября ягу я лично пойду а что она говорит ну вот там будет про позиция там 8 вы пожалуйста проголосуйте против и тут я уже знаете но как сказать вообще офигел я думаю надо же впервые ребята мы 28 лет живем вот почти на одном и том же пятачке но тут мы практически и чтобы кто-то звонил вообще по поводу или выборов такого никогда не было но иногда могут позвонить там денежку собирают там что такое может быть но чтобы вот по поводу выборов да еще и по-русски да еще по выходным да еще каждый раз да еще после того как принят закон чтобы людям на сотовые там не звонить вообще на домашние тоже не звонить то есть раньше это был большой многомиллиардный бизнес продажи по телефону вот и запретили и даже сейчас трудно себе представить кто бы мог там так вот позвонить но бывает бывает да я не хочу сказать что совсем такого нет но можно заблокировать там их и так далее есть очень странные бывают но вот чтобы по поводу выборов на эти и на русском и я думаю рать такого дела пошел специально изучать вопрос я думаю что там такое а там за всю историю штата никогда не было собрано столько денег чтобы продвинуть там либо за либо против на сказать что напротив денег собрали гораздо больше потому что против практически все медицинские учреждения профсоюз ну там профсоюз не уверен медицинские учреждения ассоциации так далее деньги там есть и вот они там собирают эти деньги я хочу сказать что если мы сегодня ограничим сумму которую могут брать медицинские центры за конкретно вот эту услугу значит мы завтра неминуемо начнем ограничивать цены которые цену насколько они могут брать за абсолютно любые другие услуги потому что практически любой медицинский сервис он абсолютно критичен искать для жизни человека тут есть еще одна фишечка который я не знал дай бог не знать конечно ребята никому из нас дай бог не знать но я узнал еще одну интересную фишечку оказывается если человек попал надоялись да то есть на на аппарат искусственной почте то есть ему прописали эту штуку то он автоматически независимо от возраста становится или джи был на или джи был на программа медикер то есть вот та самая программа федеральная субсидируемая медицинская как на которую мы попадаем в 65 лет да надо дожить до 65 если у вас не дай бог вот это вот дело вы сразу попадаете на медикер независимо от возраста значит никто никогда не платил за эти дела из кармана поэтому разговоры о том что это вот люди надо помогать надо спасать на то это абсолютная ложь просто ложь дешевая демагогия мерзопакостная то есть какие-то бабки там делятся это понятная я не такой тонкий знаток этого всего но дешевую демагогию убогую я отличаю на 1 поэтому а потом я уже пошел почитал я думаю но я не знаю никого кто будет никто никогда не говорил что он там платил из кармана это далее никто не может платить это из карман независимо от того насколько ты бедные там или богаты значит эта система система будет за тебя платить поэтому такая вот интересная штукенция и вот хотел вам рассказать чего у нас тут происходит и насколько насколько много денег там появилось что они уже умудряются из той стороны и с другой стороны обзванивать даже вот этнические группы вот русскоязычных например стали обзванивать так что интересно будет посмотреть если будет какая-то статистика то интересно как проголосует и интересно кто именно как проголосует вот допустим да кто больше любит вот такие ништяки большевистские ну ну поглядим в общем я вам расскажу если что-то интересненько будет я расскажу счастливо